Здравствуйте, уважаемые зрители научно-популярного канала «Оздоровление». Я Александр Закурдаев. Очень часто зрители канала задают вопросы о способах применения перикси водорода. Чаще всего они носят такой практический характер. Ну и поскольку я использую перикси водорода более 10 лет в соответствии с рекомендациями профессора Немуакина, то я постараюсь на основе своего опыта ответить на эти вопросы. Прежде всего я обращаю ваше внимание, что аптечный 3% перикси водорода без разбавления используется только для компрессов. Во всех остальных случаях она разбавляется водой. Вот эти случаи мы и рассмотрим. Начнем с приема перикси водорода внутрь. Больше всего вопросов связаны с этим способом использования перикси водорода. Вот когда профессор Немуакин говорит о приеме перикси водорода внутрь, то речь идет всего лишь о нескольких каплях 3% перикси водорода, которые добавляются в стакан воды. Максимальное количество – это 10 капель на стакан воды 200 мл. Вот давайте сейчас посчитаем, какой концентрации раствор мы получаем. В одном мл 20 капель. 10 капель – это полмиллилитра. При максимальном количестве 10 капель 3% перикси водорода разбавляется в 400 раз. Вот как раз такой раствор перикси водорода я пью каждый день. Это очень маленькая концентрация раствора 3% перикси водорода при приеме ее внутрь. А вот тем людям, которые только начинают принимать перикси водорода, я рекомендую начинать принимать ее с еще меньшей концентрацией. Как это делать на практике? Вот я пью такой раствор перикси водорода 3 раза в день перед завтраком, перед обедом и перед ужином. В стакан 200 мл рекомендуется наливать теплую воду. Я много лет пью сырую фильтрованную воду. И для того, чтобы ее использовать, я ее нагреваю до температуры примерно 37 градусов. Это температура тела. И такую воду я использую для того, чтобы пить перикси водорода. Начинать надо с одной капли перикси водорода на стакан воды. То есть, в этом случае, как вы можете сами посчитать, разбавление в 4000 раз. Каждый день добавляется по одной капле. То есть, если в первый день вы капаете одну каплю, то во второй день две капли, на третьей три. Ну и, соответственно, на десятый день вы капаете 10 капель на стакан воды. И вот такой раствор вы пьете, значит, как я уже говорил, перед завтраком, перед обедом и перед ужином. Через 10 дней вы делаете перерыв 2-3 дня, затем прием возобновляется. То есть, каждый день вы уже пьете раствор с 10 каплями перикси водорода на стакан воды. Через 10 дней, опять же, делаете перерыв 2-3 дня. Ну и так вы продолжаете это делать. Очень важно, что пить надо на пустой желудок за 20-25 минут до еды или через 1,5-2 часа после еды. Практика показывает, что реакция у людей при приеме такого раствора перикси водорода разная. То есть, надо ориентироваться на свои ощущения. Например, человек добавлял по одной капле, дошел до трех капель. У него все нормально. На четвертый день он добавил еще одну каплю, то есть, 4 капли. И почувствовал какой-то дискомфорт. То есть, неприятные ощущения. Бывает вздутие живота. В этом случае надо прекратить прием. Сделать перерыв 2-3 дня. А потом возобновить прием уже с 3 каплями перикси водорода на стакан воды. И вот с этим количеством надо пить некоторое время. Ну, может быть, несколько недель, может быть, и месяц. То есть, после этого вы можете опять попробовать добавить одну каплю. Если у вас ощущения нормальные будут, вы можете добавлять еще по одной капле. Если вы почувствуете, что вам опять будет дискомфорт, вы будете чувствовать, то опять надо сделать перерыв. Ну, и постепенно вы так дойдете до 10 капель. Ну, я пью воду с перикси водорода более 10 лет, 3 раза в день. Ну, и было время, когда я дошел до 5 капель. Вот сделал такой перерыв. Ну, и постепенно дошел до 10 капель. Хочу вам еще заметить, что не следует ждать быстрых результатов от приема. Это процесс достаточно длительный. И у каждого он может быть разный. Ну, вот мне пишут. Бывает, что это через 3 месяца какие-то уже результаты есть. У кого-то больше. То есть, не надо быть таким нетерпеливым. Надо появить какое-то терпение. Ну, вот, для того, чтобы вы на практике вот это посмотрели. Вот я сейчас налью стакан воды из термоса. Сейчас у меня желудок пустой. Я капаю сюда 10 капель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот это максимальные нормы. И спокойно выпиваю. Будьте здоровы. С вами был Александр Закурдаев. Продолжение следует... Продолжение следует...